Чисел вида 6n плюс 1 тоже оказывается бесконечно много. Итак, теорема. Мы сегодня доказывали, что чисел вида 6n плюс 5 бесконечно много. Напомните, которое дает достаточно 5 клинежных. Простых чисел вида 6n плюс 1n плюс 6n 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 плюс 7n плюс 6n 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 плюс 7n плюс 6n плюс 6n плюс 6n плюс 7n плюс 6n плюс 6n плюс 6n плюс 6n плюс 6n плюс 7n плюс бесконечно много, просто таки даже непонятно как этот факт доказывать, то есть давайте опять подражание не в клинике, мы можем сказать что пусть множество простых чисел таких конечных рассмотрим такие числа, что это за числа, 7, 13, 19, что дальше, 31, ну и так далее, пусть их конечное число, перемножим, ну хорошо, даже умножим на 6, даже умножим на 6, ну а дальше та самая неприятность, если я прибавлю единицу, то с ужасом обнаружу, что остаток 1 5 и 5, это вообще 25, понимаете? 5 и 5, 25, остаток 1, предъявление на 6, что с удовольствием помните как мы спаслись в случае чисел вида 4n плюс 1? мы рассмотрели какое выражение? х2 плюс 1 х2 плюс 1 господа, догадайтесь, какое выражение мы рассмотрим сейчас х6 плюс 1 х что? х6 плюс 1 не верно х3 плюс 1 х3 плюс 1 х3 плюс 1 на самом деле вы почти правы на самом деле надо отсказанного вами многочлена оставить только вот этот кусочек х2 ну давайте плюс х или минус х, это без разницы плюс 1 вот это действительно интересная многочлена я сейчас докажу теорему равнёхонько такую, как там а именно, что среди простых делителей давайте я это смешу х2 плюс х плюс 1 не делится на p если если p сравнимо с чем сравнимо? с 5 по модулю 6 вылет с двумя по модулю 3 мне бы этого хватило всё равно ничего это всё то же самое итак не может х2 плюс х плюс 1 делиться на p если p дает остаток 5 3 на 6 вы спросите, какое это имеет отношение к нашей задаче ребят очень по самому примеру вот это у меня будет число х право без минусы вот это 6 умножить на 7 на 13 19 на 31 и так далее и на p если я вот такое число подставлю в формулу х2 плюс х плюс 1 то я получу натуральное число согласны? х2 плюс х плюс 1 х натуральное число х делится на 6 7 и так далее все эти множители обратите внимание что мы делаем мы берем пишем что это натуральное число по вот этой теории никаких простых делителей дающих остаток 5 при делении на 6 не бывает согласны? замечательно замечательно каким же извините им быть? вот таких не может быть потому что х на них делится а единица не делится таких которые дают остаток 5 не может быть по той же причине значит получается противоречия еще раз вместо х берем произведение всех простых чисел предположим что их конечное число которое дает остаток 1 при делении на 6 ну и на всякую умножаем на 6 получаем вот это число оно дает остаток 1 при делении на 6 по вот этой вот теореме не может х2 плюс х плюс 1 делиться на b ну да предположим что мы ее доказали если b дает остаток 5 значит все простые делители вот этого вот этого числа на самом деле кстати понятно почему из них тройки не может быть да? на всякий случай вот здесь 6 мы на всякий случай написали вот сейчас почему двойки не может быть среди них тоже понятно? потому что х2 плюс х число четное а все это число нечетное я просто объясняю что простые числа это вообще двойка тройка числа вида 6n плюс 1 и числа вида 6n плюс 5 так вот числа вида 6n плюс 1 мы все их здесь выписали а чисел вида 6n плюс 5 не может быть по этой теории ну и получается глобальное противоречие так? так отлично что осталось сделать? осталось доказать эту теорию х2 плюс х плюс 1 не может делиться на p как ее доказать? методом отративного поехали предположим что это не так пусть 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 х2 плюс х плюс 1 делится на p пусть при этом p это 6n плюс 5 отлично господа домножим мы значит х2 плюс 1 делится на p напишем так х минус 1 умножить на х2 плюс х плюс 1 кто помнит что это такое? это х3 минус 1 замечательно у нас эта радость делится на что? на p потому что х2 плюс х плюс 1 на p делится давайте четко поймем х3 минус 1 делится на p по малой теореме Ферман х в п минус 1 степень дает остаток 1 соображаем что такое xp минус 1 степень это х в степени 6n плюс 4 так ребят осталось чуть-чуть что такое 6n плюс 4 6n плюс 4 это на самом деле вот что такое это 6n плюс 3 и плюс 1 посмотрите и радуйтесь это есть х3 в степени 2n плюс 1 умножить умножить на x ничего не понимаете еще раз вот это называется малая теорема Ферман 6n плюс 5 минус 1 это 6n плюс 4 х в степени 6n плюс 4 дает остаток 1 замечание х3 минус 1 делится потому что это произведение х-1 на то что мы предположили делится но сейчас у нас получилась фантастическая штука х3 у нас дает остаток 1 при делении на p значит вот эта скобка это единица х3 это единица единица в какой хочешь степени это единица значит вот эта степень сравнима с х по модуле p и при этом это у нас единица значит х какой дает остаток единицу но если х дает остаток единицу то х квадрат плюс х плюс 1 давайте еще раз напишу х это единица по модуле p значит х квадрат плюс х плюс 1 это что это 1 1 1 это что это 3 ну господа а тройка делится на p p дает остаток 5 при делении на 6 так не бывает тройка не может делиться на простое число которое имеет вид 5n плюс 6 таким образом я ровно тем же самым способом разобрался и с числом с числами вида 6n плюс 5 господа на самом деле я должен признаться что вот этим способом к сожалению невозможно доказать для всех видов то есть если выучить кстати очень сложно в алгебре теорию так называемых многочленов деления круга то приемчиками вот это называется многочлен деления круга и вот та круга x квадрат плюс 1 тоже это если вы возьмете корни комплексные это будут числа и и минус и то есть это многочлен деления круга на 4 части а если вы у этого многочлена возьмете то понимаете что будет минус 1 плюс минус и корни из 3 пополам это многочленное деление круга на 3 части да так вот господа если вы рассмотрите всевозможные многочленные деления круга то при помощи них можно доказать теорему что существует бесконечно много простых чисел дающих остаток ну вот к сожалению не любой а вот скажем дающий остаток 1 при делении на это то есть общую теорему перехли к сожалению при помощи многочленного деления круга доказать нельзя